Дайкон Я сажу числа 1 августа Он успевает за это время Август, сентябрь и первая декада октября Он вполне успевает нарасти замечательно Вот такой, какой он мне нужен Семена очень быстро всхожи Поэтому самое главное их не пересушить Их можно не обеззараживать, не стимулировать Но самое главное при посеве накрыть Посев в августе обусловлен тем Что наш консультант не хочет получать слишком большие корнеплоды Светлане Иосифовне удавалось вырастить дайкон почти в полтора килограмма Но для семьи из двух человек считает наш консультант это уж слишком Поэтому она и сеет дайкон чуть позднее, чем коллеги-садоводы И посев этого корнеплода Светлана Мартынова производит на помидорные грядки Эти растения друг другу ничуть не мешают Пока дайкон маленький, помидоры дозревают Приходит пора сбора урожая томатов, там и дайкон подрастет Итак, мы остановились на том, что после посева грядку необходимо накрыть укрывным материалом И держать его довольно долго И держу укрывной материал, пока не появится настоящий листочек Почему так долго? Чтобы крестоцветная обложка не напала, это первое Во-вторых, чтобы не было пересыхания никакого В августе могут быть перепады температур А под укрывным материалом всходы себя очень хорошо чувствуют Когда я убираю помидоры в конце августа Здесь уже ему становится очень-очень вольготно В следующем выпуске продолжим изучать агротехнику дайкона Обсудим, сколько влаги требуется этому растению И как правильно его хранить, чтобы употреблять корнеплоды до самой весны В следующем выпуске